Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германии плана войны против СССР, плана Барбаросса. Продовольствие и топливные запасы были ограничены только на 1-2 месяца. 8 сентября 1941 в результате авиационного налета и возникшего пожара сгорели продовольственные склады имени Бадаева. Чуть позже в Ленинграде были введены продовольственные карточки. Остановился общественный транспорт, потому что к зиме 1941-1942 не осталось никаких топливных запасов и электроэнергии. Запасы продовольствия стремительно сокращались и в январе 1942 на человека приходилось уже только по 125 грамм хлеба в день. К концу февраля 1942 года в Ленинграде от голода и холода умерло более 200 тысяч человек. Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию, работали театры, музеи. Все то время, когда шла блокада, не замолкало ленинградское радио, где выступали поэты и писатели. В историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная блокаде Ленинграда. Каждый из стендов рассказывает о тяжелой судьбе северного города. На них наглядно показано, как нелегко пришлось советским людям прожить 900 мучительно долгих дней. Холод, бомбежки, голод, отчаяние, смерть и мужество – все это Ленинград в годы блокады. 400 тысяч детей от младенцев до школьников и подростков оставались в осажденной врагами столице. Своё детство в эти страшные дни они не забудут никогда. Подходит женщина и говорит, пойдём, девочка, на Татьяну, мою сестру, и говорит, я тебе дам это самое, у меня кукла есть очень хорошая, я тебе её подарю. Она, конечно, это самое берёт, даёт ей ручку, а я её держу за ручку. Она и говорит, вот пойдём, и я тебе покажу. А я начинаю реветь и кричать, что Татко на котлетке, Татко на котлетке. Для меня это было, я тоже стою, реву и плачу. Потому что как мама сказала, что у вас на котлетке, я это испугалась. Но стали проходить люди, которые остановили эту женщину и сказали ей, мол, что вы девочку, куда её ведёте. Вот, она отпустила девочку. На выставке всем гостям выдавались 125-граммовые порции блокадного хлеба, созданного по рецепту того времени. Для ветеранов и участников блокады этот хлеб – хлеб жизни. Именно благодаря ему многие побороли чувство голода и смерть. Участники этих событий встретятся, посмотрят перед своей большой датой. И такие тематические выставки проводятся ещё с целью не только для тех людей, которые побывали в этой ситуации, но и для молодёжи, для школьников, которые должны знать, что испытали и деды, бабушки, их родные и близкие, которые попали в данную ситуацию. Благодаря экскурсии, которые вела девочка из блокадного Ленинграда, ныне уже бабушка Нина Базанова, посетители могли прикоснуться к истории и узнать как можно больше о 900 днях смерти северной столицы. Особое значение приобрела дорога через Ладожское озеро, ставшее легендарной дорогой жизни. Когда озеро замёрзло, то продовольствие, топливо и другие грузы стали возить по льду. По дороге жизни вывозили и ослабевших от голода жителей города. В следующую блокадную зиму 1942-1943 положение осаждённого Ленинграда значительно улучшилось. Ходил общественный транспорт, работали предприятия, открылись школы, кинотеатры, действовали водопровод и канализация, работали городские бани. 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве. Наша выставка начинает активную работу. Спасибо! В Одинцовском районе всегда большое внимание уделяется истории Великой Отечественной войны. В этом году планируется много интерактивных экскурсий и выставок, посвящённых подвигу советского солдата. Станислав Трифонов, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.